всем огромный привет время подошло к 3 части заключительной по разбору моих блесков и помад в первых двух частях я разобрала все свои помады вот это корзинка отправляется что-то в мусорку что-то по моим друзьям подружкам по подружкам по друзьям вряд ли и давайте посмотрим блески единственное я нашла все таки вот в первой части я показывала вот эту помаду от oriflame которую мне подарили во второй части я показывал вот эту помаду которую покупала сама и я засомневалась не одинаковые ли оттенки нашла решила вам показать тоже так как у нас на третью часть не так уж и много блесков давайте посмотрим помады белая была так вот в таком оттенке и давайте сразу покажу пока фокус поймали вторая помада вот в таком оттенке ну и давайте их сравним между собой они обе оказались такие сиренево-розовые действительно в чем-то схожие вот первое и сейчас посмотрим вторую и вот вторая не зря я засомневалась видите они оба обе такие полупрозрачные схожие схожие цвета но в то же время есть разница так сейчас попробую вам показать не знаешь будет ли видно ее на камеру но действительно небольшая разница все-таки есть я рада что помады получились оказались даже так в чем-то схожи одна более в сиреневый другая в розовый потом уходящие с огромнейшим удовольствием буду пользоваться обеими так теперь мне главное не перепутать вот это с белой крышкой это с прозрачный вот такие вот но теперь давайте к блескам у меня оказалось три блеска от иван 2 от faberlic и кое-что тут от других фирм а один от oriflame вот такой от блесков я уже избавлялась когда прошлый раз у меня была чистка всех моих помад и блесков очень много блесков я именно тогда отдала потому что блески я использую крайне реже давайте начнем от иван это блески которыми я пользуюсь сейчас вот этого по моему в каталоге нет он мне нравится единственное что мне не очень нравилось в этом блеске это его вкус сладковатый привкус я не очень люблю когда я чувствую привкус вот вот такой но он у меня остается мне он нравится вот этот самый любимый блеск от иван он какой-то там прямо мерцающий и сияющий серия он реально весь в блесточку вот он весь сияет сверкает переливается как шар диска давайте посмотрим цвет так вам видно нет в общем сплошной шиммер и вот этот блеск из серии люкс он мне не очень подходит надеюсь не кверх ногами показываю но если что разглядите но если если вдруг вверх ногами я его пока оставлю он так достаточно плотненько ложится пока оставлю но не знаю надолго ли он у меня еще сохранится может быть до следующей чистки вот эти два блеска которые я хочу отметить фаберлик оба мои любимца мне они нравятся оба первый в оттенке давайте вот так покажу вот наверное 41 035 у него идет вот такой спонж давайте достаточно плотно ложится может быть этим он мне и нравится что на губах смотрится как помада слегка он идет как липко липки немножко но это его делает более стойким посмотрите очень красивый цвет цвет лаковой помады смотрится очень красивый мне он нравится остается со мной это новинка сейчас самый последний блеск новинка у меня в оттенке так 4723 кажется так такой нюдовый цвет тоже прямо всем он мне понравился красиво ведет себя на губах смотрится тоже красиво и тоже смотрится лаковой помадой такой прямо плотненько ложится он хоть и нюдовый но у него розовый потом и на губах очень смотрится благородно красиво прям вот его рекомендую если вас не смущает ли липкость небольшая то хороший так вот тут все четыре блеска мне подарены я не знаю так это что у нас за фирма если сможете увидеть смотрите вот тут все блестит и сверкает вот вот здесь немножко написано сияющий блеск для губ номер двадцать три я такие блески использую уже кисточка когда совсем темная помада я бывает использую вот такой блеск либо он просто как сам по себе идет на губах дает блесточки симпатичненький такой не часто пользуюсь пусть будет мне нравится еще один блеск в сиреневый вот он так тут уже все стерлась мне его подарили по моему жан-мишель назывался компания или фирма как он сиреневый такой вот так ложится прям красиво очень у него тоже единственный минус это привкус но на губах смотрится очень красиво привкус можно простить если нужен такой цвет то этот блеск на губах смотрится симпатично так тоже подарок это от буржуа недавний подарок вот так вот смотрится цвет 0 3 то с этим еще пока не подружилась вот такая кисточка надо его будет в какую-нибудь косметичку ближайшую положить и поносить потому что я еще с ним особо не дружила и скорее всего как сумочный вариант он у меня будет со мной кататься и еще один одеваж блеск который мне подаренный 3204 яркий достаточно цвет вот прям он такой вот и есть вот такой красивый но это лето это будет меня радовать такой цвет летом пока он меня ждет запасе к их это те блески которые со мной я от них не избавляюсь не от одного они мне все нравятся все что было до одних я уже отобрала вы давайте последнюю палетку посмотрим от oriflame вот такая вот она красивенная некоторые я уже их получилось некоторыми я уже начала пользоваться видите тремя и пять у меня пока лежат но сейчас давайте мы наверное вот что сделаем я вот это уберу пока сотру вот эти все блески и посмотрим может быть сейчас в этой палитре мы посмотрим оттеночки с вами она осталась последняя мы ее разберем вот единственное что спонж наверное я буду вот просто вытирать насухо у меня с собой полотенчика и будем мы с вами одним и тем же спонжиком одной и той же кисточкой набирать я не знаю в oriflame если они сейчас как это называется сама палетка но мне вот ее подарили давайте с верхнего оттенка и начнем очень красивая конечно прямых oriflame мог бы такую красоту сделать каждый цвет отдельно потому что вот прямо я от многих не отказалась это вот мы сейчас вот этот смотрели давайте следующий розовый набираем приходится более смело конечно орудовать иначе они не набираются на губах они ведут себя неплохо хорошо единственное не переборщить немножко липкий оттенок есть но как уже ранее говорилось этот эта липкость она дает и стойкость так первые два верхних мы посмотрели вот так они смотрятся красивые давайте попробуем нарушать гармонию следующего оттенка потому что я возможно в этом месяце ими буду тоже пользоваться а когда они тронутые жалко пытаться нарушать поэтому мы сейчас с вами все начнем вот такой красивый мне кажется как дорожный вариант вообще исключительный классная палетка на дорогу так это вот мы с вами 3 пошуршали пошли в 4 кого сердце заходится у меня заходится я жалко и нелегко вот какой прямо тоже как лаковая помада вот такой яркий насыщенный сочный цвет нравится так испортили 4 пошли в 5 но тут красный такой даже наверно в малиновый уходящий больше похоже на лаковую помаду тоже очень насыщенные цвета стойкие сочные но перекусы конечно они не выдержат все равно это блеск это не супер устойчивая помада кисточка кстати очень хорошая я не сильно в кисточках чтобы уж сильно прямо им давать оценку видите попортили мы следующий идем еще один в чистенький в девственно не тронутый я потом сниму косметичку месяце и наверно сводчи уже делать не буду просто отправлю на этот ролик иначе я сводчами просто палетку на руку перри перенесу а хочется еще ими попользоваться просто так их тоже не хочется по рукам размазывать поэтому думаю что когда будет в косметичке месяца эта палетка то не обязательно будет каждый раз я показывать этот у меня самый носибельный цвет я его обожаю сразу видно мой любимый сиреневый он очень красивый он и на губах красиво смотрится прямо очень любой макияж делает красивее нравится прямо арифлейм сделайте каждый цвет отдельный они этого достойны и вот такой сочный яркий цвет давайте посмотрим самое интересно как будет тут такая ягодка или вино вот такой сочный очень хорошая палетка вот прям не зря мы с вами в нее окунулись я прям сама смотрю и наслаждаюсь цветами под покровом ночи полазить по свой чем очень очень даже интересно ну давайте вот так еще посмотрим достойная палетка конечно арифлейм молодцы у них выходят сейчас и тени новые в новых палетках у них постоянно что-то новенькое такое интересненькое до декоративной косметики я слабая помады тени все я это очень люблю я могу часами смотреть такие ролики могу сама снимать часами получать огромное наслаждение остается конечно остается вот эти так подождите вот палетка ты забыла самое главное кисточку возвращаем она здесь хороша все вот эти два контейнера у меня остаются это я отдаю в хорошие руки кое-что выкину сейчас остальное уже разберут подруги еще раз показываю сводча и наверное на этом мы будем прощаться разобрали все мои помады сейчас кое-что из них я отложу в косметичку месяца и скорее всего в ближайшее будущее я сниму косметичку уже месяца потому что наступил март и пора уже показывать что же я буду использовать в марте а сейчас спасибо всем огромное за внимание спасибо что помогли мне щедро решиться на то чтобы почистить свою косметику все до новых встреч и всем пока